Если раньше на антиковидную выплату в 5000 рублей претендовали только семьи, имеющие право на мат-капитал, то с 11 мая спектр получателей соцподдержки расширили. Теперь каждая семья, где есть дети до трёх лет, получит деньги за апрель, май и июнь в общей сложности по 15 тысяч рублей на каждого маленького ребёнка, независимо от доходов родителей. Всего в Самарском регионе более 80 тысяч семей получат подобные начисления. Но если ребёнку в эти месяцы исполнится три года, то семья претендует уже на другую меру поддержки. Введена единовременная выплата на детей в возрасте от 3 до 16 лет. На каждого ребёнка в размере 10 тысяч рублей. Это новая выплата. Таких получателей в нашей области будет достаточно много. 470 тысяч. Мы ожидаем, что придут к нам за этой выплатой. Первые полторы тысячи заявителей из Самарской области смогли оформить право на выплату уже 12 мая, обратившись в ближайший клиентский центр пенсионного фонда, вне зависимости от места прописки и проживания. В виде исключения до 15 мая отделение ПФР принимает заявление на новые выплаты семьям без предварительной записи. Отсюда и очереди в клиентских службах. А вот с понедельника, 18 числа, придётся записываться на приём заранее. Поэтому некоторые самарцы предпочитают вариант с оформлением выплат через сайт госуслуги. Сайт действительно давал сбои 12 мая, рассказывает в пенсионном фонде. Но уже на следующий день портал восстановился. Я зашла на госуслуги, там было окошечко, в котором было указано, какие льготы мне положены. Я нажала, и у меня сразу вышло моё заявление. Я указала только реквизиты, и в общем-то всё. Там появилось уведомление, что заявление принято, номер заявления. За сутки оформили матпомощь детям почти 2 миллиона россиян. Сколько из них самарцев станет известно через неделю, точнее в местном отделении ПФР, после обработки данных на федеральном уровне. Переводить денежные средства детям с 3 до 16 лет начнут с 1 июня. Безусловно, такие деньги нужны. Потратить планируем на веб-камеру для учениц моих, потому что учениц двое, камера одна, в зум выходить обеим надо девочкам. Как вообще оцениваете эту меру? Нужны деньги? На что планируете потратить? Не поверите на детей. У меня ребёнку годик, второму ребёнку у меня 7 лет, третьему ребёнку 11 лет. Я ещё и четвёртого сейчас жду, и муж у меня, конечно, сейчас не справляется с этим коронавирусом, потому что постоянно то не работа, то работа. Сами понимаете, что там... и сейчас на две трети, наверное, в жизни не проживёшь. Оформить заявление на выплату можно до 1 октября этого года. Обратиться могут как мать, так и отец. Опекуны лишены возможности оформления через сайт только во время личного визита в клиентский центр. А вот в редком случае семья может получить отказ в единовременной выплате. Например, если предоставленные сведения окажутся недостоверными. Также не получат её граждане, не проживающие на данный момент на территории России, не имеющие российского гражданства и лишённые родительских прав. Продолжение следует...